Президент Владимир Зеленский довольно неожиданно заявил о готовности продать украинскую ГТС европейским и американским партнерам. Вернее, слово «продажи» вообще не прозвучало, а вместо него была использована более обтекаемая формулировка «иметь в качестве совладельцев», что можно при желании трактовать весьма расширительно. Что это, жест отчаяния или финальный этап поглощения Западом остатков украинской экономики? Сперва необходимо сказать несколько слов о самой газотранспортной системе и предыдущих попытках Киева ее кому-то продать, чтобы по справедливости оценить то, до чего довела свою страну молодая демократия. ГТС досталась незалежной по наследству от СССР и по-прежнему является одной из крупнейших в мире. Это свыше 37 тысяч километров труб и 71 компрессорная станция. Она является составной частью единой внутренней газораспределительной системы Украины, поэтому на входе ГТС способна принять до 290 миллиардов кубов в год, а на выходе ее мощность составляет 175 миллиардов. Из-за дефицита финансирования состояние газотранспортной системы приближается к критическому. Еще шесть лет назад независимая германская компания «Оценщик» установила уровень износа в 85%. Естественно, ГТС нуждается в срочном капитальном ремонте и уже очень давно, но проблема упиралась в украинские коррупционные реалии, а также в банальные жадность и глупость чиновников. Еще в 2002 году Киеву был предложен вариант с трехсторонним управлением газотранспортной системы с участием европейских потребителей. Но украинская власть не захотела расставаться со своим монопольным положением и позволять кому-то сунуть нос в свою кормушку, если называть вещи своими именами. Это стало лишним доводом к тому, чтобы Москва строила обходные газопроводы Ямал-Европа и Голубой поток. Газовые войны периода правления президента Ющенко подтвердили необходимость дополнительного северного потока и южного потока через Болгарию. При Януковиче Газпром предлагал Киеву выкупить 50% газотранспортной системы, незалежной за 4 миллиарда долларов, и предоставить в обмен скидку на газ на продолжительный срок. Но и тут не сошлись по цене. Украинские власти оценили ГТС в несколько десятков миллиардов долларов. Не смогли вновь договориться и о совместном с европейцами трехстороннем управлении. А потом пришел Майдан 2014 года, и все подобные темы были окончательно сняты с повестки. Тоже имеем в сухом остатке на сегодняшний день. Есть изношенная украинская ГТС, через которую Газпром обязан в течение следующих четырех лет прокачивать до 40 миллиардов кубометров газа в год. Уже построен обходной турецкий поток на замену болгарскому южному, и почти достроен северный поток-2, по которому российский монополист по проекту может прокачивать до 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Стало быть, после запуска его в строй на полную мощность услуги Киева Москве более не понадобится. Украина потеряет плату за транзит газа в Европу, а также лишится так называемого виртуального реверса. На самом деле, незалежная просто отбирает из магистральной трубы российское топливо для собственных нужд, а после производит взаимозачет с европейскими партнерами. Если не будет реального транзита, то и отбирать будет уже нечего. Тогда Киеву придется или искать излишки газа у соседей по ЕС, или же просить Газпром о возобновлении прямых поставок. А там, глядишь, за экономическими уступками последуют и политические. Победа, товарищи! Увы, все сложнее, чем хотелось бы. Коллективный Запад крайне не заинтересован в том, чтобы отпускать Украину обратно к России. Для европейцев это дополнительный рынок сбыта своей продукции, источник дешевой рабочей силы и ресурсов. Для США – удобнейший плацдарм для военного и политического давления на Кремль. Кроме того, ЕС для надежного прохождения отопительного сезона нужны огромные украинские ПХ для балансировки объемов, а для этого должен сохраняться транзит газа через ГТС. Недаром канцлер Меркель Безобиняков настаивала на сохранении украинского транзита даже в случае запуска Северного потока-2. Европе и России дополнительный газопровод в обход Украины необходим, Киеву и Вашингтону нет. При этом США имеют мощный рычаг давления для того, чтобы ставить припоны на пути реализации Северного потока-2. Вот такой сложнейший геополитический клубок интересов образовался вокруг этого газопровода. А теперь давайте попытаемся представить, как его могла бы разрубить наша страна, вернее, что должно произойти, чтобы Россия вышла из этой партии победителем. Представим, что обходной газопровод достроен и сертифицирован. В соответствии с нормами третьего энергопакета Газпром сможет использовать его лишь на 50% мощности, то есть прокачивать не 55 миллиардов кубометров в год, а только половину. Допустим, Вашингтон и Брюссель приходят к некоему консенсусу, при котором Северный поток-2 может работать, но при условии сохранения определенных объемов транзита через Украину. Естественно, на Западе будут пытаться повесить на российскую корпорацию бремя ее содержания и капитального ремонта. Что тогда остается? Только надеяться на чудо, которое исключит украинскую ГТС из общего расклада. Вспомним, что в 2014-2015 годах в этой безумной стране кто только не говорил о том, чтобы взорвать газопровод. Такую угрозу высказывал, например, лидер запрещенного в России экстремистского правого сектора. О том, насколько неадекватна украинская власть, может свидетельствовать также интервью замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, где он заявил дословно следующее. «Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю. Сумасшедшая страна, безумные люди, куча оружия на руках. Вот возьмут и правда взорвут свой собственный магистральный трубопровод. А потом еще раз, но уже в другом месте. И еще раз. Или еще что нехорошее случится с изношенной системой. Подобный черный лебедь полностью изменит расклад вокруг Северного потока-2, поскольку уже сама Европа будет упрашивать Газпром использовать газопровод на полную проектную мощность. И тут мы возвращаемся к последнему заявлению президента Зеленского, который явно сердцем почувствовал что-то неладное. Я действительно считаю, что было бы круто иметь как партнеров, так и совладельцев в ГТС Украины, Европу и Соединенные Штаты. Потому что вопрос не в том, что никто бы нам не повредил эту трубу, не предпринимал бы против нее каких-то действий, а в том, что все защищали бы эти контракты и защищали бы в целом безопасность Украины и Европы. Очевидно, в Киеве надеются, что переход прав собственности к западным партнерам будет для ГТС своего рода оберегом. Все может быть. Правда, стоит учитывать, что счастливые новые совладельцы ветхой трубы будут вынуждены нести бремя ее содержания и капитального ремонта, а вот нужно ли это им? Большой вопрос.